Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Там необходимо дополнительное финансирование в размере 50 тысяч, это деньги небольшие, они выделены из бюджета, но их необходимо внести в программу, чтобы обеспечить проведение коммуникаций и с последующей реализацией по строительству и установке комплекса по переработке токсичных отходов. Как только деньги там будут выделяться, это в рамках технической помощи из Евросоюза. Так само депутаты облсовета узгоднили змены в региональном комплексе мероприемства удерж программы по обороне новокольного осяродя, які отыжатся переразмерковання грошей. Так, сэкономленные сродки накеруются набрать бузын вазивными рослинами – баршевиком Сосновского и сумником Канадским. Приемные сюрпризы – грандиозная программа мероприемств. 5 червяня Гомель примет эстафету полумя миру других европейских гуднях. Об этом поведомила начальник Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молодых гомельского облаконкама Ирина Даугала. Так, после церемонии встречи на плясовце Калялядового палаца огонь пройдет по Советской. У кожной кропцы змены факелоносцев подрыхтованы яркие мероприемства. На фабрице «Спартак» за шоколаду рыхтуют факел по мерам саправны. На територии палацево-паркового ансамбля факелоносцы подымутся на назиральную вежу. Завершится перший день эстафеты грандиозным концертом на площади Ленина, який открыется великим парадом духовых оркестров. Так само у Гомеля огонь побывая на Беларусь-Нафте, Гомсельмаши, областной детячей клиничной больнице и инших кропках. Далее эстафеты отправятся в Жлобинске, Петраковске, Житковицке и Мазирске районы. Даречи же хары региона, які не смогут подтримать спортсмену на важных стартах у Минску, смогут долучиться до спортивной падеи у фан-зоне у Гомеля. С 21 июня, со дня открытия европейских игр, будет работать в городе Гомель на площадке возле едового дворца фан-зона. С большим экраном, где будет транслироваться в прямом эфире спортивные соревнования, а в перерывах, когда не будет прямой трансляции, на фан-зоне будут работать концертные программы, будет работать торговые объекты, фотозоны, детские площадки, то есть семейным, просто ребятам, людям, которые заинтересованы в этом, просто провести время, это будет замечательное абсолютно место. И все 10 дней, с 21 июня по 30 июня включительно, фан-зона будет работать. В Лоевском районе вы решили пероутворить ширые бетонные автобусные припынки у живописные полотны. С отповедной инициативой выступил Мясцовый райвыконкам. Идею подтримали в районном совете депутатов и протягнули до ее реализации наученцев педагогичного колледжа. Что с этого отрималось, ведая Олег Сентяров. Лоевский державный педагогичный колледж, установа ведомая далеко за межами района, во вселенном разе зарастут наружаются представники Гомельской, Брестской, Могилевской и Минской областей. Причем, будучи наставниками початковых классов, доброведуют не только свою основную специальность. За больших постагодий основания установы тут склалася своя система подрихтовки, неоплошное место, в якой, займая развитие творческих сдольностей. Сегодня у колледжа и снули больше 20 гуртков по интересах, выником деятельности этих заявляются прозовые места на областных и республиканских конкурсах. Кроме того, занятия изобразительной деятельностью способствуют развитию профессиональных качеств, потому что учителю необходимо начальных классов тоже владеть навыками изобразительной деятельности. В учебном плане начальной школы предусмотрен такой предмет – его преподавание. Идея притягнуть наученцов колледжа для упрогоджения насильных пунктов належит Лоевскому райваконкаму. Финансовую поддержку, необходимую для набития таких же фарбов, оказывают районный совет депутатов и местовая организация Белой Руси, покою в проекте шесть автобусных припынков, як у самим городским поселку, так и в некоторых вёсках. Теперь такие вот капитальные автобусные припынки у Лоеви – не просто некие шеры изобразования. Кожный из них становится соосабливой картиной со своим сюжетом. Причем это не только пригожая или познавальна, хоть и эти припынки, например, присвящены правилам пожарной безопасности. Для того, как расписать автобусный припынок, необходимо каля одного дня. Рабочая группа створается выключена на доброохотной основе. Одинная умова – наявность мастерских навыков. Местовые же хоры идею сприняли становча, некоторые навык сприняют машины, как сказать «дякуй». Что отличится от самих картин, то их темы, звичайно, выбираются коллективно на основе проведенных сиротно-наученцами колледжа конкурсов. Головное, как было пригожа, патриотично и створала добрый настрой. Один из последних проектов – это были символы Малой Родины. И вот на этой остановке как раз есть то отражение символов. Это поле, это небо, это аист, который летит в полете. Здесь мы старались именно с учащимися передать и отразить теплоту родного края, бесконечность полей, небо бескрайнее. Олег Сентяров, Валерий Копанько, Телерадо-компания «Гомель», Клоевский район. У Гомеля керавнисту специализованного предприемства инвалидов по зроку «Светлотехника» подняло пытание об порушении нормов безбарьерного осяродя для неведущих людей. Говорка идея про изменение инфраструктуры для предприемства и дома малосемейного типу, у яким проживают тотально слепые и инвалиды по зроку. Справа у тем, что у межих инвестпроекта по будавництве гипермаркета на скрыжевании улиц Советская и Яфремова продугледжено поширение проездной частки, перенос припыночного пункта гар-электротранспорт и скорозный проезд для технологичного транспорта. Новая инфраструктура может стать небеспечной для неведущих людей. Подробязности ситуации у репортажа Наталья Капрыленко. Ну вот, соответственно, сейчас как раз идет процесс сборки сидений и тут же параллельно грузятся автомобили. У цехах предприемства зараз горячая пора. Рыхтуют великий заказ, трибуны для стадиона у Петрикове. Чекает работа и по контракте на 132 тысячи рублев для будущей лыжеролерной трасы у Гомеле. Директор запрашает в другой цех. Там працуют тотально слепые люди, выконывают заказ рыжеского метизного завода. Праца есть для всех, хоть и не на полную ставку. Не проводить скороченье тотально слепых работников – принциповая позиция кировництва. Сергей Романюк сподяется. Махчима так, убачивший реальных людей, які живуть на супероклёсу, годно працуют, буде лягче уявить проблему, с якой яны ризикуют сутыкнуться. Как настроение вообще у людей в бывшем общежитии? Расскажите, как вы заветели у нас эксперты? Настроение великолепное. Хотелось бы, чтобы лучше было, но имеем то, что имеем. А то, что строится торговый центр рядышком, какое-то неудобство будет, как вы считаете? Ну да, немножко неудобства есть у нас. То, что они машины там ставят в неположенном месте. А так, хорошо, когда магазин есть поблизости, для инвалидов это великолепно. А так, у нас тут практически нет магазинов. То есть, с одной стороны, хорошо, что магазин, с другой стороны, нужно, чтобы что? Ну, чтобы они хотя бы знали, где парковаться. Миркование, что буйный гандлевый центр, он проходит прямо до остановки, я правильно понимаю? Да, абсолютно верно, значит, специализированными поручнями желтого цвета для тотально незрячих. Гэтую 100-метровку на предприемстве называют «дорогой життя». Неведущие люди вот так рухаются, что деньги не тримаются за поручень, как добраться от дома до проходной або припынку транспорту. Желтый колер – опошный колер спектру, який могут адрознивать люди со слабым зрением. Тому это самый важный ориентир у жизни 145 гамильчан. До речи, у коллектива светлотехники 112 человек не бачить зусим. На адаптацию до новой инфраструктуры молодым инвалидам по зроку спотребится много месяцев. Неведущим сталага взрослому без допомоги не обойстися. Так лечит старшиня Гомельской областной организации Белорусского товариства инвалидов по зроку. И он працует в этом же жилом доме. Перед тем, как, допустим, человеку прийти на предприятие работать, мы прежде всего осваиваем саму ситуацию, то есть как он должен идти, как он должен ощутить. Фактически тренировка такая, да? Да, да, да. То есть называется это пространство ориентирования. Неведущих супрацовников, які самостойно добираются на работу зынших районов на громадском транспорте, худшей за усе, теперь придется сустракать и проводить до проходной. Тем, хто живе у малосемейцы, лягче. С 71-й кватеры 42 поспели оформить во властность. А остатне, хто жадая покинуть службовое жилье за собой, зараз выплачивают узносы за приватизацию. Для тех, хто вырешил замасоваться таким чином и жить побачь с предприемством, наладженная безбарьерная осяродя не изменится. Вот нашему элементу безбарьерной среды здесь дорога доходить не будет. Тут будут инвалиды, он сохранится, эти элементы. Они как шли сюда, к своему жилому дому, так и будут проходить без вопросов. Речь идет только о смещении остановочного пункта и организации правильной безбарьерной среды, и чтобы все-таки передумали, как говорится, и убрали отсюда заезд. То, что будовля гипермаркета может значительно повплывать на уклад життя неведущих, на светлотехнице заразумели за семья Дауна, калле уздовж советской стали проводить земельные работы. Были чутки про перенос припынку и скорозный проезд для транспорта. Предприемство накировало лист у городского ЖКХ, просило расслумачить, что станет с безбарьерным осяродем. Высветлилося, что будовництво гипермаркета инвестор в икон, в ипп проекте, затверженном еще 9 годов тому. У его межах, на самом речь, заплановано изменение инфраструктуры, али с выполнением всех нормов безбарьерного осяродя. Однако скоростному проезду на шляху от проходной светлотехники до нового припынчного пункта – быть. Предусмотрено, что у нас незначительное перемещение остановочного пункта, что не повлияет никаким образом на жизнь до города. Проект прошел все согласования у всех инстанций города, поэтому мы отклониться от согласования никаким образом не можем. Поэтому я считаю, что люди будут довольны и будет все хорошо. Керавництво подрадной организации, якая веде будуули гипермаркета и контролюе изменения инфраструктуры, запросили до себя директора светлотехники. Будовники заверили, обовязково выконують усе потребования для беспечного руху. Я неуполнены, непоразуменны, узникли за недостатковой информованности и формального громадского обмеркования инвестпроекта. Зараз Гомель рыхтуется до будовництва еще двух буйных хандлевых объектов. Гипермаркет на месте рынка Привокзальный и ресторан худкого харчавания для универмага Гомель. Могчима на этом прикладе можно, загадя, обмерковать проблемные моменты и побегнуть непростой адаптации жихаров до новой забудовы областного центра. Наталья Капрыленко, Андрей Иванов, телерадиокомпания Гомель. Отмосфера середневеча. Музей живой истории знову расшинил свои зверы для гомельчан и гостей города. Рамесные майстро-классы, дегустация ежи, рыцарские поединки. Историчный факультет ГДУ Мяфранциска Скарына перетворил университетский дворик в площу середневекового замка. С подробязностями наши корреспонденты. Ежа, как адлюстрование эпохи. Стравы, которые уживали люди, вельми добры характеризуют в той теньший час. Звучки, уровень життя, климат. А тому подворок, где готовали старожитную ежу, выкликау особливую цикавость. Мнихи с вином – страва белорусской кухни. До нас она пришла праз Литву и Польшу с Германии. А своим заявлением может быть обвязана рыцарам Теутонского ордена. До речи, рецепт вельми простый. В 19 веке оно закрепилось уже в конкретной кулинарной книге, которая называется «Литовская господиня. Середина 19 века». И там записано следующее. Можно взять сушки, размочить их в вине, пожарить на сковороде, после чего посыпать сахаром и корицей. Это блюдо подавалось вплоть до 20-х годов 20 века. На столах интеллигенции присутствовало, то есть могли просто с чаечком его употреблять. А также оно присутствовало в меню студенческих столовых и железнодорожных вокзалов. Ковальский майстер-класс так само выкликал живый интерес, тем больше, что в процессе пропоновалась и поудельничать особиста. Так само в Музее живой истории можно было и ознайомиться с середневековым побытом, знахарством и медициной, пострелять, злукать и примерить на себе оденье середневекового латника и поднимать в руках зброю того часу. Но и вядома головная фишка – постановочные бои. До речи, жадающих окунуться в середневекище оказалось немало. Самое интересное, наверное, было «Бои рыцарей». Это очень необычно, потому что никогда не видела и не думала, что увижу. Ну, как бы, как жили в Средневековье, так вот дрались. Еще очень интересно, как готовят. Вот хлеб тот же, как нам, и макароны. Все вот это вот показали, очень интересно. Музей живой истории, исторический факультет ГДУ имя Франциска Скарына ладзить у пятый раз. Головная мета – нести историю у массы, а так само развеншивать мифы. Самый такой стандартный, наверное, миф, который даже иногда по учебникам качует, это то, что доспехи средневековые, они там весили ужасное количество килограмм, и человек в них вообще не мог двигаться, ничего. Вот вам, пожалуйста, там представлены средневековые доспехи, люди их нормально одевают, ничуть не сковывают себя в движениях. Почему? Потому что доспех – это часть военной амуниции, и ты не должен себя сковывать в движениях, иначе ты будешь плохо сражаться. Ну, это нелогично, как минимум. И это очень легко можно развеять. Особливость музея живой истории у тем, что все экспонаты доступны для наведывальников. Их можно кранать, фотографовать, а с некоторыми наводь погутарить. Максим Савин, Евгения Кухарона, Кихар Марышченко, телерадио «Компания Гомель». Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Автотранспорт является одним из основных источников опасности в повседневной жизни людей. Минувшие выходные, к сожалению, не обошлось без серьезных дорожно-транспортных происшествий. Накануне в половине второго дня в Речице насмерть разбился 32-летний мотоциклист. Пассажир двухколесного транспорта сейчас находится в реанимации. В городе Речице водитель автомобиля «Пюжо» при повороте налево не предоставил преимущества в движении мотоцикла «Кавасаки», который двигался во встречном направлении. В результате происшествия водитель мотоцикла, а также его пассажир, которые ехали в мотошлемах, были доставлены в больницу, где впоследствии водитель мотоцикла скончался от полученных травм. Тремя часами ранее в Мозоре 27-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ» и двигаясь по улице Рыжкова, на закруглении дороги вправо не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген» под управлением 42-летнего водителя. В результате происшествия пассажиры автомобиля «Фольксваген», 39-летняя женщина и 14-летняя девочка, пристегнутые ремнями безопасности, с травмами были доставлены в больницу. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и осторожность при управлении автотранспортом, а также не совершать необдуманные маневры. Чрезвычайные происшествия также были зарегистрированы в эти выходные и на других видах транспорта. В пути следования загорелся тепловоз. Около пяти утра вблизи железнодорожного переезда по улице Гагарина города Ельска произошло возгорание второй секции тепловоза товарного состава, следовавшего по маршруту Калинкович и Коростынь. По прибытию к месту подразделения МЧС происходило горение внутри второй секции тепловоза, принадлежащего локомотивному депо Коростень Республика Украина. В результате пожара огнем повреждена генераторная установка второй секции тепловоза. Пострадавших нет, задержки движения поездов не произошло. Предварительно падение с высоты привело к летальному исходу. Накануне на территории Гомельской областной туберкулезной клинической больницы был обнаружен труп пациента, который проходил лечение от туберкулеза в закрытом отделении. Выяснилось, что 63-летний мужчина около 7 вечера попытался покинуть отделение, находящееся на четвертом этаже по простыням, однако сорвался и упал вниз. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы для выяснения точной причины смерти. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Бескомпромиссными получились первые полуфиналы чемпионата Беларуси по мини-футболу. Аршанский Витен, уступая в домашнем матче столицы 0-3, добился победы со счетом 5-4. Исход первого поединка полуфинального гомельского дерби решил один гол. На 36-й минуте игрок БЧ Денис Мазной после розыгрыша аута поразил ворота ВРЗ. Второй матч серии пройдет 30 мая на арене спорткомплекса «Локомотив». Начало в 18.00. Параллельно в Минске будут встречаться столица и Витен. Этот поединок стартует в 19.00. Девятый тур чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги принес очки в копилку обоих представителей нашего региона. Футбольный клуб «Гомель» прерывал порядком затянувшуюся серию поражений. В гостях команда Алексея Меркулова сыграла в ничью с Дняпро из Могилева. На гол Дмитрия Подстрелова забитый на старте встречи зелено-белые ответили на заключительные минуты первого тайма. Отличился Руслан Болов. В турнирной таблице «Гомель» на 11-м месте. В 10-м туре 1-го июня гомельчане дома сыграют с Батэ. Два гола Артема Петренко принесли Мозырьской славе и домашнюю победу над столичным торпедом. Форвард отличился на 31-й и 77-й минутах. В табеле о рангах Мозыряне на 7-м месте. 2-го июня им предстоит выездная игра против Гродненского Немана. В первой лиге команда из Гомельской области в 7-м туре дружно одержали победы. Светлогорский «Химик» и «Речицкий спутник» с одинаковым счетом 2-1 обыграли «Оршу» и «Смолевичи» соответственно. «Гомельский локомотив» дома был сильнее столичного НФК 3-1. В турнирной таблице железнодорожники с 16 очками на третьей позиции у «Спутника» 15 баллов и четвертое место. «Химик» с 7 очками замыкает десятку. Завершился чемпионат Беларуси по гонболу среди мужских команд. Обладатели «Злота» и «Серебра» определились заранее. Очередное чемпионство оформил БГК. Столичный СКА снова второй. Судьбу бронзы в очном поединке решали Гродненский «Кронан» и Могилевский «Машека». Со счетом 28-26 сильнее была гродненская команда. Гонбольный клуб «Гомель» в нынешнем сезоне финишировал пятым. Команда Сергея Цыганкова, переживающая сейчас период смены поколений, без боев прошла второй этап чемпионата, став победительницей группы «Б». Гомельчане одержали победы во всех 12 матчах и в итоговой таблице оказались выше БГК-2, СКА-ГУОР и молодежной сборной. По словам главкома «Гомеля», в предстоящем межсезонье команду ждут серьезные изменения. Одна из первых кадровых потерь – это завершивший карьеру Анатолий Потороча. Гонболист выступал за гомельские команды 15 лет. Сезон в этом году у нас не удался. Много причин, поэтому я уже их называл, поэтому говорить не буду. Но все равно мы постарались из этого сезона вытащить рациональное зерно, то, которое нам пригодится в дальнейшем. Это наигрывали молодых ребят, наигрывали какие-то новые связки. Поэтому я думаю, что в следующем сезоне у нас команда обновится процентов на 60-70. И надеемся, что результат будет противоположный. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.